Работа, то есть ее работоспособность. Вот возьмем Макита, вторая передача, неправильная, скажем так, работа. Коли на наших рынках это очень популярно, да, то есть он хребт побыстрее, посильнее. Мы начинаем расцветываться, инструмент не отключается, то есть он пытается вот еще провернуться у меня. Не отключается. То есть защита пока не сработала. Вот видите, он пытается вырваться у меня из рук. Сейчас задымится, да? Иногда он тоже делится, да? На двигатель пошел. Да. То есть все, защита не сработала. Шруковер дымится. Берем метаболу. Дымочка от него идет, пусть у нас он стоит. Берем метабол. Начинаем так же. Вторая передача, опять-таки подчеркиваю, это неправильная эксплуатация инструмента с самогрязными сверлами. Продолжает пищать и небольшая нагрузка присутствует. То есть мой инструмент в принципе уже все отключился. Защита сработала. Но вот писк продолжается. Берем Makita уже 10,8. Скажем так, это одна из последних моделей. Да, то есть мы... Вот сработал только что защита. Повторю. Берем опять. Начинаем загонять. Не сработал. Вот сработала защита, да? Опять берем уже непосредственно наш... Самый дешевый. Самый простой, да, доступный по цене шуруповерта фирма Ego. Выбрать у наших конкурентов. Вторая передача также, те же самые условия. Все, защита сразу сработает. Нажимаю, сразу сработает. Нажимаю, секунду срабатывает. Все, защита срабатывает практически моментально. То есть при... Все, сработала защита. Хоп, не задымился. Задымился, надо перегрелся. То есть защита срабатывает. Ну, опять же таки, перегрев постоянно сработал на максимальной защите приводит все равно подгорание щеток. Это ни для кого не секрет. То есть, ну, все равно, даже те условия, которые будут сейчас работать, это неправильная эксплуатация инструмента. То есть на второй передаче это неправильно, но опять-таки защита срабатывает. Защита срабатывает и позволяет нам все-таки защитить этот инструмент от большой перегрузки. Опять-таки вернемся к Маките. Сейчас. Забилось деревяшка. Вот он не срабатывает защита. Он пытается, если докручу, он будет дальше срабатывать. То есть защита это перегрев двигателя, либо в аккумуляторах она... Здесь защита идет в инструментах АЕГ, она... Всегда в аккумуляторах. Она спрятана всегда в аккумуляторах. То есть при достижении, если не память не изменяет, 50 А, батарея начинает отключать уже общие узлы и агрегаты. То есть когда мы будем, если мы работать будем часто на, скажем так, пределе 50 А, кнопка, в принципе, рассчитана на 50 А. Но из-за того, что двигатель у нас будет стопориться, будет происходить небольшое подгорание самих щеток. То есть теоретический двигатель может сгореть, и аккумулятор будет защищен. Теоретически спалить можно все, что угодно. Сломать, как говорится, можно все, что угодно, где угодно и как угодно. То есть ничто не вечно. Но быстрое срабатывание защиты максимально... То есть, во-первых, А, она дает индикацию пользователю, чтобы прекратить неправомерные действия, то есть неправильную работу, да, вот переключить на первую передачу там, либо поменять оснастку, либо поменять полностью весь инструмент. То есть она как бы сигнализирует то, что инструмент, увы, он начинает, он не готов к таким задачам работать так. И это направленность как бы инструмента на, на самом деле, дольше работу. Даже на старых моделях у нас присутствовала защита, но, скажем так, не так она была развита, как в новых моделях. То есть, если мы новые, любые другие, возьмем модельки, они здесь, наверное, сработают. Самый простой 12-вольтовый. Зажмем. Второй передачик. Все, вот он отключился. Так, следующий инструмент. Следующий инструмент. Так, трейтсмент вы видели, да, у нас 12-вольтовый или 14-вольтовый в трех разных версиях. Или 1.5, или 2.0, или с ударом на обоих сторонах. Subcompact только для того, ну, для ополнения. Самое любимое, мне кажется, BS12C2, где очень многое сменили, сделали этот инструмент еще лучше, чем он был. Что-то здесь вот с патроном. Уменьшили патрон, патрон стал съемный. Патрон, соответственно, можно теперь отделять от редукта. Это самое основное важное было замечание от наших пользователей. Во-вторых, изменили эргономику. Инструмент получил чуть вытянутую рукоять, но при этом зона обхвата в рабочей зоне стал он более узенький, скажем так. Вот, после BS12C2 есть еще как бы большой брат, я уж не знаю, как это еще сказать. Это просто ударная дрель, точно такая же с этого же сегмента. Плюс у нас еще идет BB-S12C2, где можно убирать патрон. Ну, это вы все уже, наверное, знаете, видели, да? И плюс еще две вот эти вот насадки. Потом еще идет у нас импульсный... Винтоверт. Винтоверт. И BB-H12C2, которую вам Гайтану, наверное, уже показывал в другой комнате. Какие-то вопросы есть насчет дрели? Subcontract Tradesman.